стороны спины сначала будет она в таком положении потом второе положение вот такое третье положение вот такое и четвертое положение вот такое чтобы максимально развернуть всеми частями тела мышц к нам в руку входят естественно плечо плечи кисти пальца разогреваем да так же да сначала загружаю все целиком снизу вверх да ну разогревать может быть по-любому лучше да но лучше снизу вверх поперечными переходим к конкретным мышцам плечевого пояса но обычно некоторые люди говорят вот повесил сумку на плечо считают причем вот эту часть да там качки считают причем это вот эту часть на самом деле анатомически причем это вот отсюда вот до сюда кость плеча называется кость чтобы не было путаницы вот это дельтовидные мышцы они состоят из трех пучков передний средний вот и вот задний ну вот еще часть лопатки тоже где круглые мышцы малая круглая мышцы большая круглая мышца относится вот здесь соответственно их мы тоже берем отдельно и отдельных растираем каждую и здесь тоже нагнетая кровь чтобы она уходила под мышечную зону туда теперь соответственно этими зонами начинаем сверху 1 2 3 4 5 конкретно берем каждую мышцу проминаем ее да если удобно можешь обходить посмотреть растягиваем ее пучок крепится они вот здесь примерно на костях есть бугорок если какой-то сложный случай потянул человек например плечо да вот эта косточка к ней с той стороны крепится все сухожилия сюда и мы можем прощупать передний пучок от ребра идет от лучицы идет за не идет от лопатки к лопатке соответственно мы можем прощупать где там есть какое-то вот волокно достаточно плотно например вот здесь да так поднись на прям по посильнее туда да вот так на данном случае будет все нормально там еще мало грудная мышца тоже здесь сюда вот прикрепляется от груди да вот так в общем и и и и также можно проработать снизу так вот растянув ее разгладил да вот если мы находим вот этот пучок какой-то ну например то на отсюда идет да прощупим его локально мелко пальчиками до конца да и тут будет место крепления либо здесь либо здесь можно ради свой точечно как я показывал да ставим палец силой даем на вдохе потом резко пускаем и кровь как бы пробивает пучок то что-то идет эффект шланга исполнишь дать нашла наступить это накапливается накапливается брызжет и то есть если ты есть напряжение потом этот сет стороны проверяем вот потом этот пучок можно просто отдельно растереть размассировать и растянуть тянем его как поперечно весел в разные стороны продольно если продольно вот так получается он в расслабленном форме находится да то особенно передние пучки то можно руку развернуть так натягиваются страны от его проработать дальше переходим к этой части опять и вот всю массивно размассировались причем вот это же движение точно идут снизу вверх растянули и скручивание руки и ноги очень любят скручивания потом переложили руку вот сюда эту часть и локоток и прорабатываем локоть если стол узкий или с острыми краешками да то вот так вот неудобно человеку лежат да да можно подложить свою руку и дополнительно получается у нас идет подъем и проработка если есть но такие ушки помощи показывал крепится можно уж подложить если их нет то можно вообще еще удобно положить вот так ногу соответственно прорабатываем эти мышцы вот эти уже тоже можно начать прорабатывать вокруг этой косточки любовно так вот все сочленения проминаем проходим и начинаем с предплечья того что скручиваем его эти мышцы но желательно посильнее хотя конечно смотря на сколько человек терпит учуяем все вместе и вот руку в такую позу если она гнется да можно переживать локоть это сбивается желательно опереться чтобы она была прямая здесь передавливаем три точки между пальцами между до заканчиваются пальцы вот заканчивается между этими косточками тут первая точка второй рукой массируем перед заднюю пучок 2 . массируем средний пучок 3 . массируем передний пучок опускаем руку и на модели развернуть кладем расслабленную позу только три раза три точки да и так понятно если масло не хватило до можно своих рук снять масло дополнительно теперь разминаем опять сидели муку вертикально визуально пополам часть приминаем эти мышцы вместе с локтем лучше вспоминаем и вот быстро показывает наш срочность отрабатывать 1 все таки свет хуже было видно переходим запястью руку на на полосы раскрыть своим кулачком мы разминаем сразу ладонь поперек а большим пальцем другой руки вдоль там где присоединяется до 5 ничего и косточки до подвижения происходит потом обоими кулаками раздавили и расправили большие ладонные мышцы марса холмы виниры хиромантии далее помощь и показывал прием куриная лапка это так либать наши расходятся до большой простую сторону давно при этом не поджат остается вот такую куриную лапку ставим между пальцами как раз получается между ними четыре промежутка до между всеми пальцами и переводим в этот момент корпус противную сторону нам надо раскрыть ладонь сначала прорабатываем пальцы просто их размассировали до смазали масло потом между своими костяшками зажимаем по четырем направлением боков фаз так скажем ну я обычно делаю сразу двумя пальцами чтобы быстрее тут можно достаточно сильно сжимать своим костяшками бывает даже очень приятно далее засовываем свои пальцы вот так вот за два последних единицы безымянных чтобы их раскрыть а эти пальцы вот сюда и большой пальцем вот сейчас все равно раскрыли на себя и поднять теперь уже подробно массируем сама ладонь там где стыкуются пальчики да где вот тут идут сухожилия середина ладони тут также если пунктурные точки центр ладони этого толстый кишечник если эта точка болит значит есть проблема в толстом кишечнике вот размассировали берем теперь за запястье своими пальцами хватаем место соединения и так немножко сдавливаем чуть-чуть тянется запястье сама ты почувствуешь как бы растягиваться далее скручивание скручиваем под углом 45 градусов да и вот в эту точку пальцами покажу специально другую сторону теперь под 90 градусов теперь раскрыли ладонь засунули свои пальцы немножко под углом это не прямо да а вот на косточке да надо видишь на косточке раскрыли их и и сняли сейчас оставлял вот тогда теперь вставляю с этой стороны и и тоже поворачивать верну густару на косточке ну ли несколько раз не будем теперь прокачивать лимфу для этого мы лежали плотно своей ладони до что он пишет кровь и медленно по всей руке тянем кровь подмышечную впадину можно кулаком пройтись с утяжелением всем корпусом и что волна так вот очень хорошо заметно да далее все что мы заканчиваем мы делаем в обратную сторону до чтобы бросить напряжение если погладили но это еще не финал мы еще расслабляем руку вот так вот вращаем до предплечье и теперь предплечье вместе с плечом потянули и вернули в исходное положение вот дорогие друзья подписывайтесь на наш канал звоните нам